Здравствуйте, уважаемые магистранты! Сегодня начнем лекцию по дисциплине современные проблемы контроля качества химической продукции. Лекция называется «Сертификация системы управления качеством». Первая под тема – это определение и роли сертификации. Согласно закону Республики Казахстан о сертификации, под сертификацией мы понимаем письменное подтверждение органам, независимым от изготовителя, то есть будь то продавца или исполнителя, и потребителя, покупателя, соответствие продукции, процесса работы, услуги, требованиям, установленным в нормативных документах. А под сертификатом соответствия понимают документы, выданные в соответствии с требованиями нормативных документов, которые указывают, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс работы, услуги, они соответствуют все это требованиям технических регламентов, стандартов или иных других нормативных документов. И основными целями сертификации, согласно закону, это, во-первых, обеспечение безопасности продукции, процесса работы, услуг для жизни и здоровья людей, охраны имущества граждан и окружающей среды, это защита интересов потребителей, вопрос качества продукции и услуг, это устранение технических барьеров торговли, обеспечение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, это создание необходимых условий для деятельности физических и юридических лиц на едином товарном рынке Казахстана, а также для участия в международном, экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле. И сертификация продукции – это деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям. И сертификация, она основывается на таких принципах, как государственности, это обеспечение государственных интересов при оценке безопасности продукции, это объективности, это под объективностью понимается независимость от изготовителя и потребителя. Следующая достоверность – это использование профессиональной испытательной базы, это исключение разделения товаров и услуг на отечественные и зарубежные. Следующая – это демократичность, это предоставление изготовителю саму выбрать орган пластификации. Сегодня в мире применяются различные системы управления качеством, но для успешной деятельности в настоящее время они должны обеспечивать возможность реализации восьми тучевых принципов системного управления качеством. Эти принципы составляют основу готовящегося обновления международных стандартов в области управления качеством ИСО серии 9000. И сертификация продукции представляет собой ряд мероприятий, которые проводятся с целью подтверждения посредством сертификата соответствия, что продукция отвечает определенным стандартам качества. При получении в процессе сертификации положительного результата выдаётся документ, который называется сертификация ответствия. Сертификат подтверждает соответствие продукции всем минимальным требованиям, установленным законодательством. И данный документ является пропуском на рынок в законодательно регулируемой области. И продукция в законодательно нерегулируемой области может беспрепятственно перемещаться внутрь рынка. При этом к ней официально не предъявляются требования по установлению соответствия. Следующие по теме это субъекты и объекты сертификации. Объекты сертификации это продукция, процессы или услуги. И в области сертификации продукция или услуга рассматривается как объект, который подлежит испытанию для подтверждения стандарта. Объекты сертификации это изготовители продукции, исполнители услуг, заказчики, продавцы, а также третья сторона. Независимо от первой или второй сторон. И в качестве третьей стороны могут выступать следующие органы. Это орган после сертификации. Он проводит сертификацию соответствия. Если орган после сертификации выполняет и функции испытательной лаборатории, то можно использовать термин сертифицированный центр. Важнейшей функцией органов после сертификации является проведение сертификационных испытаний и выдача сертификата. Причем сертификат может быть выдан на основании протокола испытания испытательной лаборатории. Кроме того, орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, признавляет или отменяет действия выданных им сертификатов. Центральный орган по сертификации это орган, возглавляющий систему сертификации однородной продукции. А испытательная лаборатория или испытательный центр Это лаборатория, центр, который проводит испытания определенной продукции. Предусмотрены два вида сертификации, это обязательно и добровольно. Добровольная сертификация, она проводится на добровольной основе по инициативе изготовителя, продавца или потребителя продукции. Добровольная сертификация может осуществляться применительно к продукции, не подлежащей обязательной сертификации. Это следующее в случае, когда требования нормативных документов сформулированы лишь в общем объеме, а фактическое качество продукции целесообразно охарактеризовать более конкретно. Следующее в случае, когда нормативные документы, регламентирующие качество данной разновидности продукции, отсутствуют. Следующее в случае, когда на продукцию имеется сертификация соответственно, но изготовитель продукции полагается целесообразным, удостоверяется в том, что качество продукции выше, чем то, которое предусмотрено нормативным документом. Применительно к той части требований нормативных документов выполнения, которых не подлежит подтверждению в виде обязательной сертификации и при положительном результате добровольной сертификации, ее итогом является выдача сертификата качества. Такой сертификат удостоверяет не только соответствие принятым критериям, но и степень отклонения в желаемую сторону в виде дополнительной полезности. Обязательная сертификация осуществляется в случае, когда нормативные документы на продукцию содержат требования к обеспечению безопасности окружающей среды, жизни, здоровья граждан, а также к обеспечению технической информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции. И основные требования, содержащиеся в нормативных документах, являются рекомендательными. Их соблюдение зависит от усмотрения изготовителя продукции и его контрагентов. И при положительном результате обязательной сертификации, ее итогом является выдача сертификата в соответствии с требованиям сертификации и безопасности. Документы процесса сертификации системы качества. Примерно здесь дан состав комплекта документов. Это политика в области качества, руководство по качеству, исходные данные для предварительной оценки состояния производства, структурная схема организации, структурная схема службы качества, предприятие управления документацией. И исходные данные для предварительной оценки состояния производства. Содержание документа входит в сведения об организации заявителей и производстве продукции. Следующая структурная схема организации, включая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные службы с указанием связи между ними. Следующая это перечень стран, которые поставляют продукцию и в техническую документацию входит технические условия на продукцию, а также конструкторская документация на продукцию. Это паспорт, инструкция по эксплуатации, общий вид и спецификация. Второй подраздел это методические основы проведения сертификации. Метод сертификации можно подразделить на две группы. Это метод испытаний, метод указания соответствия стандартам. И метод испытаний устанавливается соответствующими стандартами и к ним предъявляются следующие требования. Соответствие назначению стандарта. Объективность четкое сформулирование. Следующее включение в методы испытаний, если это технически оправданно, указание о пределах воспроизводимости и повторяемости. Следующее. При возможности достаточно подробно характеристика метода испытаний, установленного стандартом, который позволяет квалифицированному персоналу получать аналогичные результаты. Следующее. Установление предельных значений требований с учетом допускаемого отклонения или среднего значения для верхнего или нижнего предела, минимального или максимального значения. Следующее. При выборе следует учитывать стандарты на общие методы испытаний, взаимосвязанные испытания для определения аналогичных характеристик, которые установлены в других стандартах. Следующее. Предпочтительность методов испытаний, не разрушающих образец и обеспечивающих аналогичную степень достоверности. И при наличии нескольких методов испытаний, один из них определяется как контрольный метод из указания соответствия стандартам для системы сертификации. Третьей стороной устанавливается руководством предприятия и различает следующие виды методов. Метод знак соответствия. Это знак, который по правилам установленных в данной системе сертификации подтверждает соответствие маркированной им продукции установленным требованиям. Этот метод основан на применении результата сертификации для указания того, что контроль за соответствием стандарту находится в введении этой системы. Метод сертификат соответствия. И целью данного метода является предоставление потребителю информации о стандартах. И метод может быть использован для указания соответствия стандартам на продукцию или стандартам на конкретные свойства. И сертификаты соответствия могут относиться ко всем требованиям стандарта, а также к его конкретным разделам или характеристикам. И для указания соответствия установленным требованиям применяется специальный технический документ. Это сертификат соответствия. Участники сертификации это изготовители, продавцы, исполнители продукции, которые подлежат обязательной сертификации. И данные участники обязаны. Первое – это реализовать продукцию только при наличии сертификата. Следующее – обеспечить соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов. Следующее – указывать в сопроводительной технической документации сведения о сертификации нормативных документов. Следующее – обеспечивать доведение этой информации до потребителя. Представлять обливать или прекращать реализацию сертификатной продукции в случае, если она не отвечает требованиям нормативных документов. И следующее – это изучать орган плосификации в установленном им порядке об изменениях, внесенных в техническую документацию или в технический паспорт изготовления сертификатной продукции. Спасибо за внимание. Продолжение следует...